Дух блуда, как он говорит? Или три свойства голоса нечистых духов? Мир вам, сестры, братья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова о познании. Сегодня мы поговорим, и я бы сказал, ближе познакомимся с нечистым духом, а именно духом блуда. Да, это дух, и он не может говорить в наш материальный мир, но он вполне может посылать мысли людям, а они могут говорить то, что нужно нечистым духам. Сегодня мы поговорим именно о том, как говорят нечистые духи, и более близко, как и что говорит дух блуда. Возьмем два места из Нового Завета и поговорим на их примере. С духом блуда сталкивались практически все, просто мы не знали, что это он. Просто один из обмана сатаны – это извратить и дать неправильное понимание вещей, как и в данном случае. В общем понятии дух блуда – это дух, который дает человеку какие-либо неудержимые сексуальные взаимоотношения или фантазии, или наподобие этого. Но это не так, и это ловушка сатаны. Раскрытие духа блуда. Три черты голоса нечистых духов. Во-первых, отозвать вас, как будто бы это секрет. Во-вторых, начать вам прикословить, переубеждать. В-третьих, соблазнить, сбить вас с правильного пути. Давайте вспомним дух блуда. Вспомним, когда во время трудностей взаимоотношений с кем-либо у вас появлялся человек, который оставался с вами наедине и выслушивал вас. Говорил, что вы правы, что вас обижают. И такое сочувствие – это нормально. То есть подойти, как ангел света. Но здесь начинаются и проблемы. Тот человек говорил, что тебя обидели, и тот человек плохой. И будет вместе с вами его обсуждать, смаковать, какой он плохой, и показывать в сравнении вас, что вы такой хороший. Ты говорил, пошли со мной, я тебя не обижу, я тебе дам все лучшее. Например, разведи с ней, с ним. Пошли в другую церковь, там все будет хорошо. Сочувствие – это нормально. Но нужна поддержка пройти трудности, поддержать трудности взаимоотношений. А тут искушение, соблазн, ловушка – сделать разрыв отношений. Именно этого и добивается дух блуда – разрыва любых взаимоотношений со всеми, и всех и со всеми. Чтобы человек остался один, будь то брак, а также бизнес, общение в церкви и так далее. А одиночку легче довести до депрессии. С такими вещами сталкивался практически каждый человек на земле. Но поддался он или нет – это уже другой вопрос. Если вы сталкивались с таким искушением, поставьте лайк под записью. Духи говорят через людей. Да, духовный мир говорить может. А нечистые духи, бесы, могут говорить, используя людей. Откроем Евангелие от Луки 8 главу, стих с 26 по 32. «И приплыли в страну Годаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он увидел Иисуса, скричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе послось большое стато свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них, и он позволил им. Это Евангелие от Луки, 8 глава, стихи с 26 по 32. Собственно говоря, тут описывается диалог бесов, нечистых духов с Иисусом Христом. Так значит, бесы, нечистые духи, могут говорить через людей? Могут. Логика и понимание окружающего мира. Стало быть, бесы также имеют логику и понимание окружающего мира, используют людей для своих целей. Посмотрим на 30 и 31 стих. «Иисус спросил его, как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они спросили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Это Евангелие от Луки, 8 глава, 30 и 31 стих. Тут с Господом общались бесы, нечистый дух. И смотрите, когда Иисус Христос задал вопрос, «Как тебе имя?» «Кто ответил, человек или нечистый дух?» Был вполне разумный ответ нечистого духа. Бесы не только говорили с Господом, но даже просили Иисуса. Тут в этом примере мы немного говорили, что бесы вполне могут говорить через людей. Но в данном случае человек был одержим. То есть его контролировали и тело, и душу, и разум. Нечистый дух – бесы. Нечистые духи говорят через людей и ставят ловушки. Посмотрим еще один из примеров Нового Завета. Это разговор Иисуса Христа и Петра. Это Евангелие от Матфея, 16 глава, стихи с 20 по 24. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и перевосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милости к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми свой крест, и следуй за Мною». Это Евангелие от Матфея, 16 глава, стих 20 по 24. Друзья, посмотрим на 23 стих, когда Петр отозвал Господа и начал с Ним разговаривать. Чем отличалась обычная беседа Петра с Иисусом Христом? Во-первых, Петр отозвал Его. Во-вторых, Он начал прикословить. Собственно говоря, в таки в нашей жизни очень частые искушения приходят тогда, когда мы отдаляемся от семьи, от церкви. И тут в отделении очень часто появляются те, кто нам прикословит, меняет наше мышление и точку зрения. Сестры, братья, у вас были такие люди в вашей жизни? Если да, поставьте лайк под записью. Соблазны, ловушки нечистых духов и духоблуда. В частности, посмотрим, как отреагировал Господь на прикословие Петра и увидим на качество речи нечистых духов. При разговоре в Евангелии от Матфея, 16 глава, стих 23. Соблазн, ловушка. Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Это Евангелие от Матфея, 16 глава, стих 23. В результате он сказал, «Ты мне соблазн». Давайте посмотрим на различные переводы этой фразы. «Ты мне соблазн, ты сбиваешь меня с пути, ты ставишь мне ловушку, ты искушаешь меня». Это все один и тот же стих. Слово «соблазн» – это то же, что избивать с пути, ставить ловушку, искушать. Первая цель нечистых духов в вашей жизни – это вас соблазнить, сбить вас с правильного пути, поставить своими речами вам ловушку, чтобы вы попались в эту яму. Это и есть искушать. Как победить дух блуда? Хочу сказать вот что. Сильно изучать нечистых духов не нужно, так как есть одно свойство у человека. Чем мы больше сконцентрируемся на грехе, изучаем, читаем, тратим время, тем больше грех обладевает сначала разумом, а потом и человеком. Чем больше мы изучаем нечистых духов, тем больше они могут нам проблем принести. Например, у вас есть машина. Вы все знаете, как она устроена? Все тонкости, детали? Да, конечно, есть автомеханики, которые специализируются на этом. Но в основном мы ездим, а нам самое главное знать, когда она поломалась, чтобы вопривая приехать в сервисный центр. Так же и с грехом и с бесами, нечистыми духами. Обычному человеку и не нужно знать все тонкости. Главное – это быть в церкви, пребывать в общении верующих и быть исполненным Духом Святым. Дух Святой сам позаботится, чтобы у вас в жизни было все чисто. Дело в том, что Дух Святой не защищает вас от бесов, нечистых духов, духа блуда и так далее. Он служит нам и помогает, концентрирует наше внимание на освящении, ведении и так далее. Добро пожаловать на этот блог о различных нечистых духах. Но если вас интересует, добро пожаловать на этот блог, где мы также будем говорить о различных нечистых духах. Сестры, братья, задайте вопрос Богу. Были у меня люди, которые хотели поймать меня в ловушку или нет? Покажи мне. Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Отцу Небесному. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит Библия о том, имеют голос нечистые духи или нет. А в следующем подкасте мы посмотрим на одержимости и влияние духов нечистоты на людей и чем они отличаются. Более того, мы еще много будем говорить на темы Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Друзья мои, когда вы ставите «Мне нравится», лайк, или делитесь рассказать друзьям, вы помогаете служению, спасению и распространению Слова Божьего. С вашего разрешения сейчас я заканчиваю. Вам понравилось запись, или вы получили слово Откровения Духа Святого? Конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь.